Всякое может быть у людей на заднем дворе, но что бы такое? Буквально в паре метров от дома открылась трещина, из которой фонтаном бьет раскаленная лава. Произошло это в 2018 году, когда начал извергаться вулкан Килауэя. Зрелище это невероятное, но безумно страшное и опасное. Привет! Не так давно я выкладывал ролик о наиболее впечатляющих извержений вулканов. Можете его посмотреть, если еще не видели. При взрыве вулкана в атмосферу выбрасывается огромное количество пепла и газа. Вниз по склону может сойти перокластический поток, уничтожающий все на пути. Если вулкан высокий, то на его вершине образуются ледники, которые при извержении тают и стекают вниз по склону, также уничтожая все на пути. Такие потоки называются лохарами. Но есть у вулканов еще одна разрушительная сила, не такая опасная для людей, но имеющая невероятные последствия для всего окружающего. Это лавовые потоки. Лава – это не что иное, как расплавленные горной породы. Ее температура может достигать 1200 и больше градусов. Вот как этот бульон выглядит в жерле вулкана. Кипящая вода, которая имеет температуру близкой к 100 градусам, уже смертельно опасна. А тут – 1200. Все, что туда попадет, будет мгновенно расплавлено. Есть типы вулканов, которые извергаются именно лавой. Таких много на Гавайях. Их даже отдельно классифицируют. Вулканы гавайского типа, то есть те, что извергаются лавой. Самый известный вулкан – это Килауэа. В 2018 году было мощное извержение этого вулкана. Из главного кратера текла настоящая река, уничтожая все на своем пути. В некоторых частях открылись расщелины, из которых также стала бить лава на высоту до 70 метров. Это сильно усугубило положение. Потоки лавы медленно захватывали территорию острова, выжигая все подряд. В какой-то момент потоки лавы добрались до небольшого поселения – Лейлани Эстейтс, где проживают около полутора тысяч человек. Все они были заранее эвакуированы. Однако около 30 домов были сожжены додла. На этом видео видно, как лава медленно подбирается к оставленному кем-то Форду Мустангу и сжигает его. Вблизи вулкана потоки лавы движутся стремительно, но чем дальше от эпицентра, тем скорость ниже. Поселения обычно располагаются на довольно большом отдалении от вулканов. Так что, как таковая, лава для человека не особо опасна. Добравшись до поселения, скорость ее перемещения становится черепашей. Однако лава надвигается хоть и медленно, но беспощадно, и ничто не может ее остановить. Она забирает все, что ей попадется. Людям только и остается наблюдать, как огненная стихия не торопясь сжигает их дома один за другим. И человек ничего не может с этим поделать. Ребята залезли на крышу своего дома, чтобы снять тот ужас, который медленно подступал к их дому. Соседский дом уже полыхает. Огонь начал забирать и машину, автор ролика. И хозяева прекрасно понимают, что огонь скоро заберет и их дом. И никак повлиять они на это не смогут. Как я уже говорил, иногда бывает, что расщелина, из которой бьет лава, открывается в нескольких метрах от вашего дома. Спастись, может, вы и успеете, а вот спасти имущество вряд ли. На этих кадрах хорошо видно, как расщелина образовалась буквально во дворах домов. А какие же самые крупные лавовые извержения были в нашей истории? Одним из таких было извержение 11 марта 1669 года. Тогда произошло извержение вулкана Этна на Сицилии, которое продолжалось до июля того же года. Извержение сопровождалось многочисленными землетрясениями. Лавовые фонтаны вдоль трещины постепенно смещались вниз, и самый крупный конус образовался около города Николоси. Этот конус известен под именем Монтиросси, или Красная гора, и хорошо заметен на склоне вулкана до сих пор. Николоси и две ближайшие деревни были разрушены в первый же день извержения. Еще за три дня лава, текущая вниз по склону на юг, разрушила еще четыре деревни. В конце марта были разрушены два более крупных города, а в начале апреля потоки лавы достигли окраин Катании. Лава начала скапливаться под крепостными стенами. 30 апреля 1669 года лава перетекла через верхнюю часть крепостных стен. Общий объем этого извержения оценивается в 830 миллионов кубических метров. Потоки лавы сожгли 15 деревень и часть города Катании, полностью изменив конфигурацию берега. По одним источникам в результате извержения вулкана погибли 20 тысяч человек, по другим от 60 до 100 тысяч. Ну а самым смертоносным считается извержение вулкана Тамбора в Индонезии, начавшееся 10 апреля 1816 года, в результате чего погибли 92 тысячи человек. Объем лавы, составивший более 61 кубического километра, считается крупнейшим в истории всех извержений. До начала извержения гора Тамбора достигала 4 километров в высоту, после него ее высота уменьшилась до 2 километров 700 метров. Этот вулкан считается не только самым смертоносным из всех, но и оказавшим самое сильное влияние на климат Земли. В результате извержения планета на целый год была скрыта от лучей Солнца. Извержение было настолько существенным, что вызвало ряд погодных аномалий по всему миру. В Новой Англии в июне пошел снег. Повсюду был не урожай зерновых, а во всем северном полушарии в результате голода погибал скот. Этот феномен стал широко известен под названием вулканическая зима. А у меня все. Посмотрите также и другие видео на канале. Например, про селевые потоки или про оползни. Уверяю вас, будет интересно. Но я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok